здравствуйте на канале и тонн тв программа тема дня сегодня веду я михаил горин со мной на связи из киева политолог вадим карасев вадим здравствуйте здравствуйте михаил приветствую лев спасибо скажите пожалуйста первый вопрос что сейчас происходит в зоне боевых действий судя по сводкам как бы не туда не сюда такие позиционные бои или что-то происходит все-таки и там позиционные бои почти на всем на всех участках вот этой длинной линии фронта с переменным успехом удачу чуть продвигаются российские войска там в районе песок авдеевки вот на славянско-краматовском направлении на всех остальных да но изменений нет серьезных тем не менее вот нет изменений а вот в харьковской области там вот в районе изюма идут бои с переменным успехом ну на херсонском направлении на южном направлении тоже в общем пока скапливают силы российские войска на случай наступление украины украина туда тоже вот накапливают ресурсы и резервы но пока все в таком не устойчивом состоянии и может рвануть где угодно причем контрнаступление украинское может быть как на юге украины так и вот в харьковской области там в районе изюма это связано больше будет с тактическим скажем так резонами чем стратегическими о чем мы говорили прошлый раз по стратегической важности херсона потому что очевидно сегодня на большое контрнаступление по освобождению херсона херсонской области части запорожского но нет накопленных ресурсов западные наши друзья пока предоставляют это оружие очень дозировано проблема с самолетами вот вчера а без самолетов ну трудно наступать вчера было заявление заместителя обороны сша о том что ближайшей перспективе украине никто не будет передавать f16 самолеты да мы получили от словении там старые советские миги но на них мне кажется погоду не сделаешь но нужны сейчас в общем-то какие-то контрудары для нас и для для контрудары и хотя бы тактические победы связано с тем что ну бы связано это и с приближающейся датой независимости украины а с другой стороны все больше и больше сейчас разговоров да пока фоновых так я бы сказал разговоров но тем не менее упоминаний таких о возможных дипломатических решениях так о возможном перемирии вот об этом говорил ряду европейских изданий михаил подоляк да с оговорками это советник руководителя офиса президента по моему аль паис ле фигаро вчера сегодня аль паис так о том что переговоры могут быть и тогда с россией при ряде тактических поражений россии нанесение тактических поражений российской федерации обратите внимание тактических поражений так говорится ну и блинкин вчера в антони блинкина глава госдепа вчера в южноафриканской республики тоже заявил о том что война закончится дипломатическим путем да вот и песка песков вчера говорил тоже упоминал о том что в общем то переговоры можно возобновить правда украинская делегация пока вот пока нет на радарах переговорных так но тем не менее вот ближе к туда глубокой осени к зиме наверное все таки как-то будут определяться как закончить хотя бы вот такую большую активную фазу войны вооруженной фазы войны на поле боя каким-то дипломатическим перемирием ну кстати говоря и на встрече путина эрдогана в сочи в пятницу наверное тоже об этом говорилось но намного более подробно чем об этом было сказано там в итоговых комментариях и других полуофициальных и официальных документах так что пока все в предвкушении чего-то так что как-то можно вырулить либо на перемирие либо на скажем на большое возобновление больших военных действий кстати говоря вчера ряд заявлений российских оккупационных властей в запорожской и херсонской области было связано с тем что якобы надо активизировать подготовку проведению референдума 11 сентября я думаю это тоже какой-то степени такой шантаж либо инструмент но сигнал украинскому руководству определяйтесь либо мы тогда проводим референдум а тогда будет очень трудно отмотать назад так либо пока референдума нет можно как бы подумать о переговорах и кстати говоря было резко заявление воскресенье вечером в традиционном вечерном обращении зеленского на эту тему он сказал что если будут не дай бог референдумы они они не никаких переговорах речи быть не может причем как по линии украина россия так и по линии россия запад поэтому это тоже какой-то степени ну скажем так предложение предупреждение и предложение не спешить предупреждение не спешить и возможно вот такая как бы сделка переговоры в обмен на непроведение референдума ну такую бы тоже комбинацию я бы не исключал но в устах зеленского это прозвучало достаточно так скажем безапелляционно резко ну даже где-то тревожно что не вздумайте проводить референдумы иначе ни о каком дипломатическом решении уже тогда быть не может другим событиям в украине день два назад прошло сообщение о том что якобы было предотвращено покушение на министра обороны резникова и главу сбу украины известны какие-то подробности по этому поводу там не сбу а по моему руководителя военной разведки гор кирилла буданова так и на одного из активистов это известный представитель вот но я не знаю где сейчас он когда там был в азове коротких так вот не слышал я подробности об этом так но якобы была диверсионная такая группа которая была целью которой было вот такой осуществить теракт дальше вот каких-то сведений так или какого-то юридического или публичного так продолжение этой истории у меня такой информации нет и сайбер инсайдерской информации тоже следующая тема которая привлекла внимание сообщение о том что известному журналисту у которого достаточно любопытная непростая журналистская профессиональная судьба в украине савик шустер ему запрещен въезд в украину на три года это я цитирую украинские сми и я обратил внимание что некоторые связывают то эту с это сообщение как продолжение вообще всей истории с ликвидацией сми ахметова вернее то что он сам отказался истории с лишением гражданства коломойского коробана и рабиновича и вообще считают высказывают такое предположение что команда зеленского началась подготовку начала подготовку будущему выбором президентской на второй срок и вот таким образом зачищает информационное поле насколько вам симпатично ли вы считаете верной такую версию и я бы не исключал такую версию так но и не преувеличил ее значимость безусловно в этой версии правильно то что к савику шустеру непосредственное отношение это не имеет потому что нет телеканала украина 24 украина большой метровый канал где вел шоу на котором вел шоу савик шустер свобода слова да свободное слово савика шустера да это продакшн был но на канале ахметовских каналах украина 24 возможно кто-то скажем так какие то другие были предложения савику шустера через его партнера по продакшн студии так павел делизар это в общем то вот их такой дуэт он был достаточно успешный в бизнесовом не медийном отношении но если говорить о моей версии то наверное это сигнал савику шустеру и елизарову не думать о каких-то продолжениях проектов новых проектах и продолжение в деятельности телевизионной деятельности савика шустера в украине случае вот если уже будут выборы и не будет военного положения стало быть ситуация с медиа станет более плюралистичной чем сейчас так а во вторых это может быть и сигнал вот ахметову чтобы ахметов же видите он лицензии навещания то отдал властям но бренды самих каналов украина украина 24 футбол так не помню кто еще может быть есть какие-нибудь он не отдал они остались у них так у него остались и в ну я не знаю там купить лицензию или где-нибудь еще как то сделать и может их восстановить может быть это сигнал что и олигархам людям большого бизнеса которые занимались бизнес медийным бизнесом для того чтобы они либо строились в президентскую вертикаль ну либо они занимались какой-то излишней политической самодеятельностью пока же если говорить о ситуации с медийной сферой в украине то она несколько однообразно в условиях военного положения функционирует полноценно только вот телемарафон который ну в общем то редактируется вот из нового центра да есть разные каналы не очень влиятельные не популярные но в общем то основной поток новостей сообщений и других информационных событий он достаточно скажем так эффективно скажу сегодня контролируется высшим военно-политическим руководством и властью все остальные сегодня ну пока либо в ожидании либо наверное многие журналисты я знаю сегодня собираются менять профессию а скажите пожалуйста вот известный журналист владелец нескольких ресурсов дмитрий гордон еще перед началом войны тоже крайне резко отзывался о президенте о его политике прямо об этом говорил хотя когда избирался владимир зеленский он был его сторонник означает ли это что судьба шавика шустера может постигнуть его ну во первых все таки гордон гражданин украины шавик то не был гражданином украины он если не ошибаюсь гражданин литвы и италии так поэтому показывает судьба коломойского корбана и рабиновича украинское наличие украинского гражданства не является защитой но для этого надо найти наверное основание так для того чтобы лишить гордона гражданство во вторых гордон все таки популярный журналист да как бы ну высшее политическое руководство украины мне довольно тем что свое время вот в войне зеленского против олигархов но политической конечно же войне или в борьбе против олигархов здесь гордон выбрал сторону ахметова несмотря на то что да во время президентских выборов гордон активно поддерживал зеленского выпустил с ним ряд youtube интервью очень популярных не скажу что они оказали решающее значение так вот но тем не менее но вот затем резких слов очень много мне кажется причем ну не совсем характерного для себя гордон сказал по адресу зеленского где-то в одном из выступлений он сказал о том что зеленский для меня умер причем это ну в адрес действующего президента в адрес действующего президента но это было мне кажется вообще-то на грани во вторых не характерно даже для достаточно осторожного и так всегда умеренно и контролируемого контролирующего свою речь гордона но вот с этих пор видимо что-то скажем так в отношениях разладилась и сейчас я знаю что ну по крайней мере знаю со слухом и с разного рода информации так которую пока нельзя не опровергнуть не подтвердить что вот ищут условия или основания для того чтобы гордона но пока не выпустить за территорию украины вроде бы вчера было сообщение о том что его не выпустили на не пропустили на границу с польшей больше не пропустила украинская программ служба вчера видели его в киеве возле оперного театра фотографии с арестовичем известным комментатором вот нынешних событий вот но пока ситуация выглядит так там еще открыто вроде бы тоже говорят какое-то там так подозрение есть по поводу генерала армии смешко бывшего начальника сбу ну известного украинского политика и военного и авторитетного генерала но которого там обвиняют в каких-то наберениях коллаборационистских наберениях и вот все это скажем так в один клубок но в общем президент зеленский вот активно сейчас скажем или его команда скорее всего его команда работают над тем чтобы вот эти все оппозиционные или откровенно оппозиционные или жестко оппозиционные или даже брутально оппозиционные источники по адресу или там медиа по адресу зеленского но были в какой-то степени либо упорядоченные дисциплинированные либо дискредитированные ну в общем так скажем сегодня у гордона да такая полоса не самая хорошая вот с этой точки зрения для журналистской медийной деятельности в украине тем более что ресурсы ахметова сегодня уже не могут дать ему ту много миллион такую телевизионную площадку которую он имел до войны да у него youtube с хорошими просмотрами там количество подписчиков не меньше миллиона но тем не менее тоже надо сказать что последнее время популярность гордона она конечно вот уже не та которая была до войны еще одну тему прошу вас прокомментировать президент зеленский дал интервью газете вашингтон пост где среди прочего он обратился к лидерам западных стран с просьбой полностью закрыть въезд гражданам россии причем зеленский специально подчеркнул что он не видит смысла отделять тех кто поддерживает войну а тех кто против в россии активно обсуждается эта тема и в основном я имею ввиду среди либералов либеральной такой оппозиционной интеллигенции которые возмущены таким или скажем так не возмущены но недовольны или недоумевают подобным заявлением что вдруг президент зеленский который несколько месяцев в начале войны говорил совершенно другое обращался напрямую к тем кто против войны выступает в россии призвала выходить и поддержать их а вот сейчас он поменял свою точку зрения как бы это объяснить ну тем что ситуация на фронте зависла это раз во вторых действительно многие поддерживают большинство абсолютное большинство россиян поддерживают войну против украины это два в третьих это и на пара и на переговорные позиции можно вынести это три четвертый но вот не только зеленский это поддерживает это же вот премьер-министр эстонии только что буквально видел информацию премьер-министр финляндии через финляндию очень многие россияне сегодня путешествуют ну как бы использую транзит для путешествий по европе и так далее это фактически призыв к железному занавесу который был до вводы холодной войны и до начала 90-х годов но какой-то степени новая на войне так на войне так и конечно российские либеральная общественность может критиковать и как-то недоумевать по этому поводу но с другой стороны ну тут так либо поддерживайте либо поддерживайте войну либо все-таки можно протестовать против войны для того чтобы не ну не было вот этого не было вот этого железного занавеса кстати говоря у многих россиян кто так будет нас как жалеть и скучать по европе тоже есть один выход получать паспорт украины получать украинское гражданство многие так и делают сегодня насколько я знаю илья пономарёк так сделал вот поэтому да это жесткое заявление да но конечно вот судя по ресурсам которые там можно видеть или слышать и потому что разгоняется сегодня там российская либеральная общественность сюда в украинской кстати говоря медиа вот интервью гудкова политеки да видно что неприятно и что они недоумение но с другой стороны это все таки ну заставляет как-то определяться на чьей стороне либо ожидать чем это закончится и потом уже выбрать сторону так что либо это связано и с тем что я не исключал что многие сегодняшние действия вот украинской власти заявление в том числе на поле боя они уже делаются для того чтобы иметь задел для скажем так переговорных позициях задел на переговорный для переговорной позиции для если получится дипломатическое скажем дипломатическое окончание войны но в конце концов смотрите с одной стороны референдумы на оккупированных территориях но жестко это же для украины очень жестко так это потеря территории это захват территории аннексия территории с другой стороны визы или усиление визового режима для российских граждан. Режим-то визовый будет. Я думаю, что не такой, как железный занавес в годы Холодной войны, особенно на первых ее этапах. Просто усложнение, ужесточение визового режима. Ведь там тоже будут изятия какие-то. Но это тоже так. Поэтому в какой-то степени президент играет в Аббанд. Президент Украины играет в Аббанд. А как без этого, если Украина истекает кровью и теряет территории. И в это время, с одной стороны, российские граждане, скажем так, хотят продолжать контактировать с Европой, путешествовать, туристические поездки, деловые бизнес-контакты. А с другой стороны, молчать о том, что в Европе фактически сегодня на территории Европы идет большая война, которая начинает приобретать, и если вот эти референдумы будут проведены, уже приобретет полноценный такой захватнический характер. Вадим, спасибо, что нашли для нас время за ваши комментарии. Всего вам доброго. Спасибо. До свидания. На этом все. Напомню, что с нами на связи из Киева был политолог Вадим Карасов. До свидания.